Продолжаем Безрад Ха-Шем Пятую часть нашей серии уроков Почему человек должен молиться в синагоге? Почему человек должен молиться в синагоге? Я уже, если честно, сбился со счета Сбился со счета уже, какую причину мы привели Но Безрад Ха-Шем, если будет еще одна часть Если будет еще одна часть Подведем тогда итоги всех количеств И все причины, может быть, скажем вместе Просто с каждым разом все труднее и труднее находить новые причины Приходится больше книг открывать Больше информации черпать И поэтому, не знаю, Безрад Ха-Шем, дай Бог силы Дай Бог знаний Книги попадаются все сложнее читать Такие старые-старые Вот, но посмотрим Вот, если будет еще какое-то количество Безрад Ха-Шем, может быть, сделаем еще часть Итак, давайте продолжим На прошлой неделе Творец дал возможность Много-много разной информации В том числе источник в Торе Что было одно из самых удивительных источников в Торе В самом Хумаше, в самом Пятигниже И почему человек должен находить в синагогу Также все эти конфеты, шоколады, да Как говорит Равмейер По поводу того, что Панишхая и других мудрецов Тайной Торы Ну, продолжим сегодня тоже Эшут Маарам Митзизотенбург Агая Гот Мурдыхай Приводит очень стандартную, скажем так, причину Которую мы не привели Которую мы не приводили до этого Это понятно, что это причина Но если бы этой причины не находилась у наших мудрецов Тогда мы не смогли просто Не смогли сказать, что она есть Да И в Шут Маарам Митзизотенбург И Гот Мурдыхай Пишут, что это митзва Это митзва Собраться вместе В доме Бога И провести там молитву Достаточно простая причина Достаточно простая причина Но она Она должна быть сказана Если вы это Откуда бы мы знали Если бы наши мудрецы не говорили Что это действительно причина Так ведь? Алло Алло, меня слышно? Да, да, слышно Да, я смотрю, что это видео пропало Да, или нет? Нет, видно Это, наверное, у меня с интернетом что-то Компьютер завис А, вот Все Так что Это митзва Это митзва Это радость Что каждый поход в синагогу Это все-таки митзва И поэтому мы должны Сходить в синагогу Да, если бы Если бы мы не нашли Это был бы вопрос Был бы вопрос Да, где это написано Надо смотреть И так Так как уже установили Вам место молитвы Пишет Так как вам уже установили это место Так Поэтому у тебя есть митзва У тебя есть митзва Иди туда Теперь из Аллахот Из Аллахот Мы можем смотреть Из Аллахот в синагоге Что если есть 10 человек в городе Если есть 10 человек в городе То То тогда есть На них митзва Построить синагогу Или хотя бы Арендовать Место для синагоги Арендовать А когда есть уже Само место Установили вам место Для молитвы Тогда пишет Гават Мордыхай Что да Есть у вас митзва Идти туда И молиться Там В этом месте Я уже не говорю о том Что митзва Говорят митзва Да Одна митзва вызывает Другую митзву Поэтому Идет человек в синагогу И там волняет Еще другим Другим Много других митзвот Дальше Еще вторая причина Сегодня Это На Амуд Гимель Извините Да Надав Гимель Амуд Бет Трактата Брахот Там написано Гимана приводит Другие высказывания Аба Бениамина Что он молился Сам дома Сам тоже молился Дома Таня Аба Бениамин О, пятый, пятый О, смотрите Что интересно Значит Он сам Призывает нас с вами Он говорит Не слышна молитва А только в синагоге Правильно? Теперь посмотрите Что написано Это у нас Амуд Это у нас Хей Это у нас Страница пятая По поводу двух вещей Я По поводу двух вещей Я переживал Он говорит Двух вещей Что это за две вещи По поводу чего Он переживал в жизни По поводу молитвы Которая была Перед Перед Кроватью Ве Алмитати Шетье Не Туна Бен Цафон Ледарем И По поводу Моей кровати Которая стояла С севера На юг Почему он переживал По поводу молитвы Которая у него была Перед кроватью Имеется ввиду Именно перед кроватью Откуда мы знаем Говорит Что говорят наши мудрецы Что его молитва Аба Бениамина Не была Почему он переживал По поводу своей молитвы Потому что его молитва Не была в синагоге А она была дома Потом я нашел Еще одну причину Потом я нашел Еще одну причину Которая говорит Что Есть митцва У нас с вами Митцва Жить Рядом с синагогой Да Это спор Там Гемора Приводит три вещи Что Ну Хорошо держать Туалет дома У них раньше Не было туалета дома Да Сейчас у нас И таких проблем нет Митцва Жить рядом с синагогой Или же Ходить в синагогу То есть Это спор Геморе То ли лучше Жить подальше Чтобы ходить в синагогу И за каждый шаг Получать Награду То ли Жить рядом с синагогой Чтобы постоянно Быть В связи Так Абаб Вениамин Оказывается Жил дальше Ну Немножко далеко И он не ходил в синагогу Он молился И учился Там на месте Как мы с вами Учили по поводу Раби Амми И раби Аси У которых Был медведраш Он не хотел Отрываться От учебы Абаб Вениамин Но в конце жизни В конце жизни Когда он умирал Он сказал Те слова Которые мы с вами Обсуждаем Что не слышится Молитва человека Только В синагоге Перед смертью Он именно Это сказал Хотя при жизни Наверное Редко ходил Я так понимаю Может быть Что он вообще Не ходил Но редко ходил Потому что Не хотел Отрываться От синагоги Это В принципе Это в принципе Такая Удивительная вещь Человек тебе Что-то говорит Известно Что если Я тебе говорю Что-то исполнять Одевай кипу Ты на меня Посмотришь Я одел кипу Или нет Я хожу с кипой Или нет Тем более Тана В геморе Тана В геморе Говорит Пускай Не слышится Молитва Человека Только В синагоге И тут Мы узнаем С вами Что он Сказал Перед смертью В самом деле Я вам скажу Что это Доказательство Еще круче Чем Из тех Что мы с вами Видели Почему Потому что Человек Который прошел Шалом Человек Который Прошел Жизнь Человек Прожил Жизнь Тем более Мудрец И он Говорит тебе Какую-то Вещь Перед смертью Ты знаешь Что это Он уже Прошел Через Свою кровь Через Свои Испытания Через Свою жизнь И решил В конце Жизни Тебе Это Сказать Как Наследство Такое Наследство Я думаю Что это Очень сильная Вещь Тем более Что мы С вами Узнаем Что он У него Он молился Дома Сам Сам Бениамин И разве Может знать Кто-то Лучше Чем Тот Кто Говорит Тебе Кто Пришел Перед смертью Тебе Говорит Что делать Да Это то Что он Хочет Как-то Оставить Особо Важно Подчеркнуть Поэтому Для Бениамина Это была Очень сильная Вещь Что Говорит Что Оказывается Говорит Молитва Не слышится А только В синагоге Хотя Я Говорит Молился У себя У кровати Переживал По этому Поводу Но Ты Знай Что Молитва Человека Слышится В синагоге Дальше Зихрон Бесефер Есть Такая Книга Йошуа Эшель Бен Ханох Он Говорит Такую Вещь Маком Рина Место Восхваления Место Песнопения Человека В Бет Мидраше Почему Именно Синагога Потому Что В Бет Мидраше Не Говорят То есть Если Ты Подумаешь Что Тебе Нужно Молиться Там Где Учат Тору Например Есть Ишива Там Нужно Молиться И так Далее Говорит Теперь Нет Иди В Синагогу Почему В Синагогу Потому Что Бет Мидраше Не Говорят Тейлим А что Такое Рина Что Такое Восхваление Творца Что Такое Воспевание Творца Что Что Это За Песня Которую Ты Должен Произносить Перед Тем Как Молиться О своих Нуждах Это Тейлим У Тейлима Говорят Наши Мудрецы Есть Огромная Сила Огромная Сила Чтобы Открылись Ворота Твоей Молитвы И Принятие Твоих Просьб Тейлим И На самом Деле Мы Видим Что Пускай Деземира Вся Та Часть Которая Есть До Иштабах Это Все Это Тейлим Наши Мудрецы Постановили Тейлим А так Как В Бет Медраш Не Говорят Тейлим И Синагогу Где Говорят Да Я бы Здесь Сказал Привел Еще Сфат Эмета Где Собираются Эти Молитвы И Кто Еще Сказал Что Собираются Песни Да И Чтобы Не Мешать Учебе А Там Ты Скажешь Тейлим А Где Есть Маком Ринат Тейлим Это Ринат Им Это Песня Где Есть Песни Там Будет Приниматься Твои Молитвы Здесь Зихрон Бесефер Говорит Смотри Зуар Балак 136 Лист Но Пока Что Я К сожалению Не Смог Это Найти Но Безратоше Может Быть Следующий Раз Теперь Смотрите Бейт Авраам Есть Книга Такая Бейт Ханания Что Вы Понимали Это Большой Макубаль Был В Османской Империи Он Был Он Был Учеником Раба Йосефа Метарани Его Звали Амарит Да Он Написал Гдолей По ним Его Сын Амабит Это Известный Поски В общем Что Вы Сами Понимали Известные Мудрецы Известные Законодатели То Теперь Раба Бен Ханания Он Приводит Такие Слова Приводит Слова Шломо Мелеха В Мелахим То есть Эти слова Мы с вами Посмотрели Еще на Первом Уроке Где Источник Того Что Сказал Аббам Минамин Сказал Что Не слышится Молитва Только в Синагоге Где Источник Этого Откуда Мы Это Знаем Все Что Наши Мудрецы Сказали Должно Быть Источник Должен Быть Корень Где-то Из Святые Книги И Там Должно Быть Источник Теперь Я бы Хотел Постараться Постараться Поделиться С вами Этой Надписью Итак Смотрите Мы с вами Говорили Что Шломо Мелех Просил Творца Чтобы Но Обратись К молитве Раба Твоего О Отлично Отлично Вы видите Двадцать Восьмой Посуд Да О Теперь Шломо Мелех Просил Творца Но Обратись К молитве Раба Твоего К молению Его Господи Боже Мой Чтобы Услышать Хвалу И молитву Которую Раб Твой Молится Перед Тобой Ныне Теперь На иврите Посмотрите Сверху Упанита Элтефилата Вдеха Вэлтехинато Адуна Это первое Это все Это время Мы с вами Говорили Именно Про это Предложение Первое Теперь Раби Авраам Бен Ханания Он Обращает Внимание На второй Посуг Посмотрите На второй Посуг То есть Дальше Шлома Мелех Говорит Еще Одну Просьбу Дальше Шлома Мелех Говорит Чтобы были Отчим Мои Твои Отверсты То есть Ну Открыты Да На дом Сей Ночью И днем На то место О котором Ты сказал Там Будет Имя Мое То есть Бетам Игдаш Да Чтобы Слышать Молитву Которую Будет Молиться Раб Твой На этом Месте Задает Задает Бет Авраам Задает Вопрос Что Значит Еще И глаза Должны Быть Открыты Первый Раз Посмотрите В 28 Там Написано Чтобы Услышать Хвалу И Молитву А теперь Написано Чтобы Были Открыты Твои Глаза На этот Дом Ночью И Днем Да Посмотрели Увидели Вопрос Надеюсь То есть В этом Вопрос Зачем Нужно Было Еще Раз Просить Еще Раз Нужно Было Просить Что Чтобы Не Только Он Слышал Хвалу И Молитву Но Еще И Чтобы Глаза Были Открыты На Этот Дом То Есть В нашем Случае Это Конечно За Синагога Потому Что Бет Микдаш Это Маленький Синагога Это Брайон Маленький Бет Микдаш Что Было То есть Слома Мелех Просит Что Было Постоянное Наблюдение За Этим Домом И Это Вопрос Зачем Нужно То Есть Ты Попросил Чтобы Было Слышно Наша Песнопение Ты Попросил Чтобы Было Слышно Наша Молитва Теперь Зачем Ты Просишь Зачем Ты Просишь Чтобы Еще На этом Доме Было Постоянное Наблюдение Понятен Вопрос Алло Я Виден Меня Видно Все Я Вас Тоже Вижу Теперь Теперь Маль Бим Объясняет Этот Фасук Маль Бим Объясняет Этот Фасук Что Мал Мелех Просит У Творца Чтобы Акадош Баруху Было Постоянное Наблюдение Над Странниками Что Приходит В Бет Микдаш Постоянное Наблюдение Есть Два Уровня Этих Странников Два Какие Уровни Первое Это Когда Евреи Достойны Шхина Творца Находится На покрытии Ковчега Мы сейчас Говорим Про Бет Микдаш Внизу Здесь В нашем Мире Здесь И основа Шхины Бет Ахтоним И основа Шхины Основа Света Творца Оно Здесь Внизу В Нижних Мирах И Похоже Что присутствует Между Нами Внизу В этом Игдаше Среди Нас То есть Когда мы Достойны Творец Его Шхина Присутствует Среди Нас Творец Второй Уровень А иногда Когда Недостойны Так Только Имя Акадош Баруху Присутствует Здесь А основа Шхины Оно Находится На небесах И только Когда Помолится Человек В Бет Микдаше Тогда Поднимается По небесной Местнице Поднимается Молитва И Ашем Принимает Эту Молитву Поэтому Нужно Было Просить Шламу Амелиху Во первых Что Первый Послук Когда Он Когда Он Когда Он Просил О том Чтобы Была Слышна Молитва И чтобы Что Было Слышно Песнопение И чтобы Была Слышна Молитва Это Он просил Именно Тогда Когда Шхина Находится Здесь А Когда Чтобы Было Постоянное Наблюдение Это Наблюдение Нужно Когда Шхина Находится Там Мы С вами Поступками Выгнали Шхину Наверх Только Акадо Только Имя Акадош Баруху Находится Здесь Но Нам Нужно Постоянное Наблюдение Теперь Шхина Не слышит Потому Что Она Не Здесь Она Не Принимает Песнопение Она Не Принимает Молитв Потому Что И нужна лестница, чтобы подниматься Но при этом нам Шлома Мелех просит, чтобы было Постоянное наблюдение И вот Зачем нужно было эти два посылка Вот зачем нужны эти две просьбы, которые Шлома Мелех просит у Творца А как можно сделать Тот же Параллельно нас Сейчас понятно, шхины нет То есть первого уровня Там нет, нет сейчас первого уровня Но есть синагога Есть маленький Бетмикдаш Где сказали, что там слышится молитва Говорит Бет Авраам Теперь нужно понять И все равно сложно, ведь явно О молитве одного человека сказано Что если человек находится В поле, или находится В месте, где нет синагоги Да, поехал Не знаю, куда сейчас можно Поехать, где нет синагоги Очень сложно уже придумать Здесь Кока-Кола, там есть Бетхаббат Как известно Слава Богу Бауха Шему достоились Да Но тем не менее Есть какие-то там Дальние, не знаю Российские города Человек там оказался Там нет синагоги Что теперь его молитва не слышится? Спрашивает Бет Авраам О, а это зависит Говорит Бет Авраам Достоин человек Или не достоин человек Если человек достоин того Чтобы слышалась его молитва Тогда его молитва будет слышаться Где угодно Но если человек не достоин того Чтобы слышалась его молитва Вот здесь Нужен ему Бетакнесет Вот здесь ему нужна синагога Что может Быть можно сказать Что он слышит молитва человека Который не достоин Чтобы услышались его молитвы Из-за его недостатков И поэтому ради святости Самого места Акадош Баруху Хочет его услышать Если не будет Бетакнесет Если не будет синагоги То не будет услышана его молитва Так как далеко от него Акадош Баруху Он далеко от него находится Из-за наших грехов Из-за наших ошибок И поэтому Нам нужен Бетакнесет Теперь я не знаю Кто из нас Может похвастаться тем Что мы достойны Чтобы Акадош Баруху Находясь там На небесах И Ишхина находится там Мы не достойны Чтобы ее спустить сюда Я не знаю Кто может сказать про себя Что он достойен этого Но поэтому Каждый из нас Должен быть уверен Что нам нужна синагога Для того Чтобы там Слышалась молитва Это тоже Наверное нельзя сказать Про других морков Ну я Каждый же про себя говорит Правильно? Про себя никто не скажет Ну я могу сказать Что я вряд ли Достоин того Чтобы моя молитва Слышалась там На небесах Вот Поэтому мне очень Нужна синагога Я сказал не очень Может быть хоть чуть-чуть Да Я же не сказал Совсем нет И поэтому нам нужна синагога Поэтому действительно Нам нужна синагога И еще одно доказательство Этому Еще одно доказательство И на самом деле Я был этому доказательству Очень рад Потому что никто Не говорил про это Никто не говорил Про людей ошибающихся Что до этого Мы говорили Что кто не учит Тору И так далее И так далее Да Вот Поэтому так Теперь Давайте дальше Это Это уже было четвертое доказательство Теперь пятое Пятое Это у нас Дерех Эмуна Дерех Эмуна Мудрец Зе Вульф Бен Александр Зискин Порила Иногда удивляешься Ашкенарским именам Как Минак У них Три имени Четыре имени Еще и С фамилией Большой Это Наши мудрецы Говорят не так Что Хватит одного Сифарские мудрецы Говорят Хватит Хватит одного Имени Дерех Эмуна Говорит так Это Именно Что значит Что Молитва человека Не слышится Только В В Синагоге Имеется ввиду Что это Именно В тот час Когда Есть Время Молитвы Тоже Удивительный Комментарий Что это Имеется ввиду Что Что за Время Молитвы Что за Время Молитвы Мы с вами Назначили Молитву Восемь утра Минху Скажем Тоже Восемь вечера И приходит Мы знаем Что человек Который Вместе С Цибуром Помолился Даже у себя Дома Потому что Он не мог Пойти туда Его молитва Тоже будет Слышаться И мы Привели к этому Слава Наших мудрецов Но сегодня Дерех Мна Говорит Человек Который Молится То есть Не обращая Внимания Не обращая Внимания На то Что молится Цибур Он просто Стоит Тот же Самый Момент Молится Когда Там Есть Молитва В синагоге И он Просто Не хочет Туда Ити Он Просто Соответственно Просто Игнорирует Про это Сказано Что Человек Который Молится В час Молитвы Отдельно Его Молитва Не слышится Вот ему Нужно Пойти В синагогу Если бы Это было Не так Если бы Говорили Другой Вече Пишет Дерех Муна То Как бы Сказал Рабь Йоси В тот Час Что Акадош Баруху Приходит И Находит Что Там Молится Меня Он Сразу Злится Мы С вами Знаем Что Когда Есть Постоянная Молитва Когда Есть Место Для Постоянной Молитвы И Миньян Собирается Там Каждый День Утром Вечером И так Далее Как было У нас Безратажем Дай Бог Сейчас Тоже Будем Продолжать Да И во всех Синагогах Безратажем Что Были Миньяны Что Были Молитвы Да Теперь Чивишни Ждет Что Там Будет Молитва И Мы Знаем Ждет Все Всех Этих Десять Человек Когда Там Они Соберутся Если Хотя Бы Один Не Пришел В тот Назначенный Момент В тот Назначенный Час Когда Они Собираются Молитва Написано Говорит Рабь Йосиф Геморе Творец Злится Почему Он Злится Почему Он Злится А Потому Что Ты Не Пришел Десятым Нужно Тогда Он Злится На Весь Миньян На Весь И Еще Одно Это Еще Доказательство Почему Да Человеку Нужно Молиться В синагоге А Ты Проснулся В тот В тот Момент Ты Молишься В тот Момент Когда Молится Миньян Там Община Там Молится И Ты Молишься Здесь Отдельно Бэ Кавана Имеется Ввиду Специально Ты туда Не Пошел Специально Не то Что Ты Не Мог Да Не то Что Ты Болеешь Не То Что Еще Самое Там Ты На Работе И Так Далее Не Отпускают Другой Вопрос Сейчас Мы Это Не Обсуждаем Человек Который Да Может Пойти Да Может Пойти Он Не Пошел А Ты Молишься Специально Отдельно И Ты Мог Бо Составить Миньян Ты Этого Говорит Дерех Эмуна Еще Одну Причину Приводит Этот Джессефер Что Раф Говорит О ком Говорит Аба Бениамин Умер Что Не Слышится Молитва Человека Только В синагоге О чем Говорит Аба Бениамин О тех Кто Молится Без Песнопения Творцу Мы Уже Второй Раз С вами Друзья Замечаем Что В Прошлые Времена Походу Были Проблемы С тем Чтобы Произносить Пуске Дезивра Не знаю В каком Времени Точно Идет Речь Уже Второй Второй Раф Об этом Пишет Что То есть Аба Бениамин Сказал О тех Людях Которые Молятся Без Песнопения То есть Нет У них Пуске Дезивра Нет У них Тейлим Не Поют Они Творцу Не Восхваляют Творца Нет Рина Нет Восхваления Творца И просто Есть Что Шма Исраэль А сколько Мы знаем Таких Людей Наша Молодежь Здесь В Москве Многие Баруха Шему Достояли Шма Исраэль Говорят Обиду Молятся И дай Бог Чтобы Все Вся Иврейская Молодежь Хотя бы Это делала Да Мы Этим Радуемся Всегда Но тем По мнению Дерех Имуна По мнению Дерех Имуна Акадош Баруху Абвениамин Сказал О тех Людях Которые Молятся Без Песнопения Что Он Простулся Одел Тефелин Пошел Шма И сказал Пошел Помолился Амеду И пошел По своей Работе О Где Песнопения Где Спасибо О Моя душа Радуется Сказал Давида Белех Что Он Как только Начинал Как только Он И начинал Свой день Хацот Ночью Хацот Ночью С восхваления Творца Во первых Восхваление Что Тикун Хацот Тейли Да Он Всю ночь Пел Творцу Всю ночь Учился О ком Сказал Абвениамин Что Не слышится Молитва А только Ветакнесет О тех Людях Которые Молятся Без Пускей Деземра Которые Только Говорят Амеду Только Шма Истраэль Больше Ничего Потом Помолятся Мне Нужна Парнаса Мне Нужна Пятое Десятое Вот А таких Людях Сказал Абвениамин Что Ты Молишься Без Того Чтобы Восхвалять Творца Без Того Чтобы Петь Творцу Тогда Твоя Молитва Вряд Ли Будет Услышана Если Опять Ж То есть Мы Вспомним Здесь Меири Меири Сказал Меири Сказал Что Самое Главное Кована Я Всегда Это Напоминаю Что Есть Люди Которые Могут Молиться Хоть В машине Там Не знаю У своей Работы Закроют Глаза Со Слезами На глазах Со Всем Сердцем Помолятся Два Слова Скажут Как Этот Пример Мы Приводили Этого Человека Который Алиф Бет Говорил И он Со Всем Сердцем Будет Услышана Молитва А Мы О таких Примерах Не Говорим Такие Случа У нас Бывают Не знаю Раз в Году Может Быть Дай Бог Что Ты Со Всем Сердцем Настроишься На Молитву Нет Легко Это Нелегко Дальше Дальше Есть Цифер Хаэз Беяд Хаэз Беяд Раби Юшуа Карлинштейн Из Семи Больших Равинов Карлинштейнов Да Он Пишет Так Зачем Опять же Задает вопрос Зачем Шлому Нужно Было Просить Чтобы Слышалось Зачем Шлому Амелиху Нужно Было Просить Чтобы Слышались Песнопения То есть Хорошо Пришел Шлому Амелих Перед Тем Как он Построил Храм Он Построил Хам То есть И перед Тем Как Войти Туда Он Попросил Творца Мы С вами Видели Псухим До Этого Да Он Попросил Творца Чтобы Были Слышны Лишмо Эль Харина Вел Отфила Чтобы Были Слышаны Песнопения И Чтобы Были Слышаны Наши Молитвы Зачем Нужно Было Просить Чтобы Были Слышны Песнопения Я Начал Петь Творцу Аллилуйя Аллилуйя Любе Кодушев Все Он Слышал Зачем Зачем Нужно Об этом Просить Чтобы Это Было Слышно Это Бетамикдаш Это Синагога Как Сказала Гемара Бимком Рина Шам Тьет Фила Где Будет Рина Где Будет Восхваление Творца Где Будет Песнопение Там И Должны Слышаться Наши Молитвы Так Сказал И Раши Подтвердил Правильно Задает Рабью Шуа Калиштейн Вопрос Зачем Нужно Было Об этом Просить Чтобы Молита Слышалась Это Ясно Тебе Нужно Просить О sums Тебе Нужно Просить О парносе Тебе Нужно Просить О здоровье Тебе Нужно Просить О том Чтоб Дети Выросли Внуки Выросли Чтобы На это Все Хватило Терпение Чтобы На это Все Хватило Всех Ресурсов Которые У тебя Есть Сколько Всего Нужно А немало Нужно Человеку Здоровья И так просить, чтобы это было слышно. Это всем нужно. А песнопение что? Ответ. Посмотри, говорит... А, еще он задает вопрос. Там же нет никаких просьб. Там нет никаких просьб человека. Ранее в Брахот на четвертом листе Амутбет написаны слова Раби Йоханана. Э-зэ-губ-э-на-олам-аба. Э-зэ-ас-сомех-ге-у-ла-ли-тфила-шел-ар-вит. Кто является сыном Абба? Кто достоин того, чтобы получить Олам-аба? Спрашивает Раби Йоханан. Ответ. Отвечает. Тот, кто соединяет ге-у-ла-итфила-ар-вита. То есть, что имеется ввиду? Молится-ар-вит, да? Молится-ар-вит. Он сказал. Баруха та-шем, га-ал-исраэль. Начал Ашкивену, Кадиш, Истрал-нам-иду. Он достоин Олам-аба. Он достоин Олам-аба. Олам-аба. Раши говорит. Основа. Написала геморар-вит. Основа ге-у-ла-ли-тфила. Основа того, чтобы соединять а-сомех ге-у-ла-ли-тфила, это в шахарит. Постановили нам с вами говорить в самом начале молитвы. Рибуношель Олам. О, это я вам долго я вам хочу это прочитать. Это прекрасный текст. А вам мой экран до сих пор показывается? Нет. Смотрите, здесь написано так. Посмотрите. На самом деле, просто задайте, если задастся вопросом, зачем нужно, чтобы услышали наши песнопения. Я думаю, что здесь многие, кто здесь присутствует, говорят корбонот. Поэтому мы с вами сразу вспомним это. В корбонот написаны эти слова. Пишет ха-эс-бэ-яд. Вспомните, какие слова мы говорим утром. Гемара написала надо царих-ю, надо посмотреть, что имеется в виду, что Гемара написала, что арвит. Да, что сомех ге-у-ла-ли-тфила шел арвит. Надо посмотреть, надо понять, что это имеется в виду. Но Раши сказал, главное это шахарит. Главное соединять ге-у-ла-ли-тфила в шахарит. Что ты сказал, это называется ге-у-ла-ли-тфила. А дальше без ра-та-шем, дай Бог, этот цикл уроков закончим. Есть, дай Бог, Всевышний удостоит, что мы с вами сделали цикл уроков по поводу важности молитвы на нанец. В важности молитвы на нанец. И тоже есть много о чем поговорить здесь. Так тот, кто молится на нанец, тоже сказано. Тот, кто молится на рассвете, тоже про него сказано, что он соединяет ге-у-ла-ли-тфила. И это как раз люди, которые молятся о миду, да, прямо встают на нанец, они соединяют свое освобождение со своей молитвой. Теперь смотрите, что сейчас очень легко это сделать, 345 нанец. Очень легко, Очень легко. А, хазаку ворук. Тай бог, что Всевышний удостоил нас, что мы сделали меня на нанец. Я очень сильно задумался про это в изратошем. Так вот, смотрите, что написано, вспомните корбанут, вспомните корбанут, что мы говорим корбанут, рибон 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 ламмин, кило ал циткот кило ал циткот teno а а лам пи лим лам 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 Что? Гиборим! Гиборим! Кто у кого много сил, большие силы, да, люди с большой силой. Как будто они перед тобой никто. Как будто у них нет мудрости. Нет у них разума. Перед тобой. Кто такие Гиборим перед тобой? Кто такие мудрецы перед тобой? Мы это признаем, мы это говорим перед Творцом. В самом начале мы еще не начали. Мы не начали с вами не пускать из земра. Мы не начали с вами Тейлим. Мы не начали никаких просьб, мы не начали никаких молитв, никаких постепений. Мы еще с вами не начали. Эти слова написаны в самом начале. но написано там оваль оваль, что значит оваль оваль имеется ввиду на самом деле в чем истина истина в том, что у нас нет никаких злослуг и связей достаточных чтобы Акадош Баруху выполнял наши просьбы и вообще мы не имеем права ничего у него просить но что? на что мы надеемся? но мы напоминаем Акадош Баруху что мы напоминаем ему о чем мы ему напоминаем? хаевим леодот леха мы обязаны благодарить тебя у нас есть такая обязанность перед Творцом что мы должны его благодарить мы должны его воспевать восхвалять и это хова и это обязанность пишет Аэс Бея про отцы которые заключили Брит которые заключили союз нашим Творцом нашим Творцом постановили нам говорить восхваления утренние до молитвы и вот поэтому попросил Шлому Амелих чтобы те восхваления которые мы говорим утром чтобы они были слышны это была просьба это была просьба Шлому Амелиха почему? потому что это наша обязанность и то что мы выполняем обязанность это тоже большое благословение от Творца что это тоже были слышны и это наше наследство это наше наследство и поэтому также пусть будут услышаны наши молитвы пример пример после митцвы хорошо говорить молитву например есть любая митцва человек выполнил любую митцву и хорошо при этом сказать какую-то молитву и попросить о своих просьбах например что женщины отделяют халу и после этого они там в процессе отделения после брехи после того как отделили говорят всякие молитвы и так далее и так далее в чем какая связь почему именно во время отделения халы некоторые не знают но когда она пошла в митву окнулась в митву да то после этого тоже может просить тоже это заповедь прямо из торы что она должна окунаться в митву хала это скажем софрим да зажигание свечей тоже от софрим то есть мы это находим у пророков это эту заповедь тоже считается что она из торы да но уровень гораздо выше когда женщина идет в митву то есть что когда человек выполняет заповедь на при этом открывается небеса и ты можешь просить просьбы так как наша митва так как наша обязанность это восхвалять творца петь ему благодарить его за то что мы открыли глаза за то что мы живем за то что есть семья за то что мы можем видеть слышать дышать за это мы должны его благодарить это наша хова это наша митсова теперь ты выполняешь эту митсву и поэтому творец Слома Мелих просил смотри пускай будет слышана это их молитва это их песнопение потому что если не слышно песнопение ты не сможешь услышать и молитву поэтому просил Слома Мелих лишмо эль харина в эль атфила что были слышаны песнопения и молитвы когда будет слышно песнопение когда евреи выполнят заповедь митсву восхвалят тебя вот тогда пускай будет услышана и его и его этого еврея и молитвы теперь что сказал нам предыдущий мудрец что у нас есть проблема с тем кто говорит кто-то говорит эти пускай до земра кто-то говорит кто-то восхваляет творца кто-то нет кто-то встает на меду но в синагоге восхваление творца есть всегда там восхваляют творца всегда там есть песнопение там читают Тейлим как мы сказали с вами Тейлим это есть тоже Рина это есть восхваление творца песнопение творца Если уж так, и отсюда мы еще понимаем силу самого Тейлима, да, человек, который читает Тейлим постоянно, даже не постоянно, даже один раз, это огромная-огромная сила, и поэтому, поэтому есть, дается еще один канал вследствие этого, что это я выполнил митсву восхвалять тебя, Творец, теперь, пожалуйста, прошу тебя, услышь мою молитву. Поэтому есть, когда собираются читать Тейлим там за здоровье кого-то, это надо иметь в виду, не просто там прочитал Тейлим за здоровье, сначала прочитал за здоровье Тейлим, потом попроси о том, чтобы у него было здоровье. Восхвалил Творца, сказал песнопение, затем сделай просьбу, как только ты выполнил запас, ты можешь просить. Это смысл чтения Тейлим тоже. И, а если человек не может, например, есть люди, которые не могут выговаривать нормально, да, есть такие, которые не могут выговаривать, только глазами читать и так далее, ну, разные есть. Поэтому, хочешь сделать сто процентов, иди в синагогу, в синагога, это место, где собирается много песнопения, это место, где собирается много восхвалений Творца. Это Хаэс Беят, Хаэс Беят. Пне Хаим, Пне Хаим, это Раби Хаим Лурия. Он пишет так, обратите внимание на Раши Акадош. Что сказал Раши Акадош? Раши Акадош сказал, что Макомрина, место Рина, место восхваления Творца, это синагога. Со слов Махатси Ташекель, Симан 30, Ламит, можем сказать, приводит слова Маген Авраама, Сейф Катан 16, он говорит, что Раши сказал именно о Шахарит, где есть пуске до земра, это я как просто подчеркнул, решил подчеркнуть эти слова, да, что я основной упор на молитву, это Шахарит, говорит Махатси Ташекель, со слов Маген Авраама, что имеется в виду, что Абамин Ямин сказал, не слышится молитва человека только в синагоге, имеется в виду, что он молится в синагоге Шахарит, по этому мнению. Почему именно Шахарит? Вы можете сейчас предсказать, тоже ответить, основываясь на предыдущем объяснении, что мы сказали. Почему именно Шахарит? Кто молится все три молитвы, он должен знать. Ответ, потому что восхваление Творца, рина, песнопение Творца, есть только в Шахарит. Перед молитвой, перед молитвой, есть только в Шахарит. Минха, сначала приносение корбонот, есть ашрешеветеха, это тоже Тейлин, да. Но по мнению Махацита Шекель, это именно Рашид сказал о Шахарите, что в Шахарите есть песнопение, и обязан человек молиться там, если хочет, чтобы молитва была услышана. Одно из мнений, кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то может принять, кто-то может не принять, но так пишет Махацита Шекель. Мне очень понравилось, потому что действительно, на самом деле, чтобы вы понимали, Шахарит это основа всего дня. Как мы начинаем с вами Роша Шана, да, написано, это не евреи, у нас взяли. Как год начнешь, так он и пойдет. Это у нас взяли, это у нас, говорит. Аколь талуй баатхала, говорят наши мудрецы. Аколь талуй баатхала, все зависит от начала. Так же, как все зависит от начала года, что записывают нас безратошем с вами на жизнь, на добро, на хорошую парносу. А в Песах записывают нас, это тоже отхлатошана. А в Песах записывают на то, сколько мы Торы с вами выучим, сколько Аменов скажем, сколько Проход скажем. Все это в Песах пишется. Так день это тоже отхла. День это тоже начало дня. И у тебя теперь выходит, восходит солнце. У тебя начало дня твоего. С чего ты должен начать? Шахарит? С воспевания Творца. Да. И, соответственно, потом, пожалуйста, делай свои просьбы. Мейашлах приводит мнение, что Абба Бениамин считал, что даже если у тебя... О, что интересно, мы с вами привели, вначале сказали, что... А почему мудрец Абба Бениамин сказал, что молитва слышится только в синагоге? Потому что он сказал это при смерти. И человек, который сказал это при смерти, это итог его жизни, можно сказать так. Что он хочет оставить всем поколением. И поэтому стоит обращать на это еще больше внимания. Но Мейашлах приводит мнение, что Абба Бениамин считал, что даже если ты дома собрал Меньян и дома молишься, все равно лучше молиться в синагоге. Он не пишет почему, но это очень интересно само, как просто, как мнение. Хошев Махшевод. Хошев Махшевод. Это примерно книга написана после 1675 года, где-то в те времена. То есть есть много разных книг, на самом деле. Хошев Махшевод. Но именно я подчеркиваю, что это именно вот это. Он пишет так. Дальше там в трактат Брахот написано. Откуда мы знаем, что даже один человек сидит, после этого, когда мы с вами учим слова Абба Бениамин, после этого написано, что откуда мы знаем, что 10 человек, которые находятся в синагоге, шхина присутствует на них. И мы с вами говорили, что есть причина, почему человек должен молиться, потому что шхина находится в синагоге. А потом Гимара приводит другие доказательства. Откуда мы знаем, что даже трое собрались и учат еврея Тора, есть шхина на них. И Гимара приводит доказательства из Торы. А потом Гимара задает вопрос, а откуда мы знаем, что даже если один человек сидит и учит Тору, шхина находится на них. Есть пасук, который говорит, в любом месте, где ты назовешь мое имя, туда приду и благословлю тебя. Так говорит пасук. То есть это говорит Хушев Махшевот. Хушев Махшевот говорит, смотрите, что написано дальше. Даже один человек. Ты говоришь мне, что я должен приходить в синагогу, потому что там есть шхина. Но ведь написано дальше в Гимаре, что если даже один человек сидит и учит Тору, шхина приходит на него, присутствует на нем. Тогда о чем говорит Набабин Амин? О чем он сказал, что не слышится молитва? Посмотри, этот один человек, что он сидит сейчас один. Учит Тору. Давид сидит сейчас один. Шалва, Авраам, все-все-все, Баухашем, кто удостоились, мы вместе с вами учиться. Сидим и учим Тору. Это мы вместе. Да. А я один вот до этого сидел, что-то готовился. Написано шхина на нем. То есть я могу просить. В любой момент, когда я учу Тору, я выполняю заповедь Творца, я могу закрыть глаза и попросить у него, почему написано шхина. В любом месте, где ты называешь мое имя, я приду и благословлю тебя. Тогда о чем сказал Абабин Амин, что молитва слышится только в Бетакнесет? Ответ, друзья, а тот человек, который не предваряет свою молитву учебы Торы, вот про того человека сказал Абабин Амин, твоя молитва слышится только в Бетакнесет. Но если ты предваряешь свою молитву, перед тем, как помолиться, ты получил Тору немножко, тогда ты можешь молиться где угодно, по мнению Хошев Махшевот. По мнению Хошев Махшевот. Понятно? Это сила Диврей Тора. Сила Диврей Тора, что, но если человек знает, что у него нет возможностей, нет знаний, нет книг, есть книги, он не умеет читать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, Маласот, что сделаешь? Идевались в Бетакнесет? Идевались в синагоги? Да, еще одно, еще одно, с одной стороны, для тех, кто учит Тору, это хорошее облегчение во Хошеве, да? Получилось так, что он не поучил, не получилось пойти в синагогу, скажи Диврей Тора, три пасука, три пасука, хорошо, три пасука. Ой, я читал, читал, все конфеты, шоколады получают здесь, на первом уроке, чтобы вы понимали. Законы Шаббат тоже хорошо. Мусар на этом самом, на недельной главе, на недельной главе, это хорошо укрепиться дальше в вере. Но все, какие есть конфеты, я оставляю на этот урок. Равму Цафи пишет, Равму Цафи пишет в своей книге, вот здесь есть у меня, здесь не видно, желтые такие. Там он пишет, что человек, который говорит Белькат Амазон, есть там сгула, чтобы спастись от гейнома. Не про нас будет сказано. Чтобы спастись от суда гейнома, есть такая сгула, что нужно, когда он сказал, он благословил хлеб, то он должен сказать три пасука из хумаша, три пасука из пророков, три пасука из писания, например, Тейлим. И это из сгула, что он спасется от гейнома, и из парносоя он тоже пишет, то будет хорошо. По три пасука, по три пасука из Торы, из пророков, из, например, Тейлима, из Ктувим. И это очень хорошо. Я уже не говорю о том, что каждый, кто благословил хлеб, он должен сказать, еврей, Тора. И этим самым тоже уходит из этой обязанности. Что вот скажем, эти постоянно, я, например, выбрал себе постоянный псукин, который я говорю на каждый раз. Каждый раз, когда кушаю хлеб, говорю о этих псукин, постепенно они запоминаются. И хорошо, дай бог, чтобы из-за этого мы сами, и чтобы была парноса, и чтобы мы спуслились из гейнома. Последнее, что это, по-моему, сейчас я, если я правильно считал, уже восемь объяснений мы с вами сказали. Последнее, что я хотел с вами поделиться своим хидушем, пока что я не нашел, но еще очень много книг. Поверьте, еще очень много книг, которые я еще не посмотрел, которые мне очень сложно смотреть, потому что они написаны очень давно. И я уже сказал, не знаю, будет ли следующий урок на эту тему, но без рата шем. Если какие-то еще, какие-то конфетки, какие-то интересные вещи найду, без рата шем еще сделаем. Но хотел поделиться своим хидушем, который я пока не нашел в книгах. Дай бог, удостоюсь. Это человек, который подумал о чем-то, придумал хидуш в Торе, и он увидел этого мудреца, должен быть радоваться, танцевать. Что какой-то мудрец это уже сказал. Так я подумал так. Дальше, там в трактате Брахот, на восьмом листе, а мудреца, по-моему, написано, что слышится слова человека, и рад шамайм слышится всегда. То есть человек, который рад шамайм, у которого есть боязнь перед Творцом, его слова слышатся всегда. Без рата шем, я хочу поискать про это чуть больше. Так из этого можно сказать, про кого сказал, что не слышны слова, не слышится молитва человека только в Бетакнесет. Я могу сказать, что именно человека, у которого нет и рад шамайм, у которого нет боязни перед Богом, но человек, у которого есть боязнь перед Богом, его молитва слышится всегда, везде, где бы он ни молился. Так я хочу сказать, без рата шем, может быть, я поищу и еще надо обсудить, что значит и рад шамайм, что значит боязнь перед Богом, какие критерии есть для этого. Но, так как я уже шесть недель, пять недель об этом думаю, то Всевышний, наверное, дал мне какую-то мысль. Баруха шем. Баруха дунай льгулам. Амин ви амин.